Всем привет! Сегодня варим суп из гуся. Из гуся или из гуся, неважно. Марийская кухня, посвящен марийской кухне. Гусь, сельский житель, яйцо, можно куриное, значит, сметана, морковь, лук и картошка. Еще нам потребуется зелень. В оригинальном рецепте используется борщевик, но так как в той местности, где я живу, борщевиком называется растение, которое очень не любят, и как-то сейчас не совсем сезон этого борщевика и вообще зелени, которая растет на улице, я взял кудрявый кейл. Это такая капуста, вот такой вот кудрявый кейл, и я буду делать из него. Он по вкусу, я надеюсь, очень похож, такой характерный вкус. Значит, и, соответственно, клетки. Клетки. Я сам не очень дружу с мукой, и при возможности, например, купить что-то готовое тесто или готовую какую-то продукцию, тоже и вам рекомендую это сделать. Либо купить готовое тесто там для клеток или для чего-то еще, или купить макарошки. Если вы любите заниматься с мукой, пожалуйста, пожалуйста. Я достаточно большие кусочки картошки буду делать, ну такие, кубики, но довольно большие. Картошин штук восемь всего, с разных, вот есть маленькие, есть побольше. Значит, бульон из гуся я варил в скороварке, добавил где-то килограмм, кило двести мяса, ну с костями вместе, и варил где-то примерно около двух часов. Туда добавил горошковый перец, одну луковицу и одну морковь, штуки три, наверное, лавровых листа целых. Варил прямо до такой степени, чтобы раз, и все разваливалось. Вот это видно прямо по состоянию мяса, прямо такое рассыпчатое, волокнистое. Теперь здесь прямо нарезаем морковь. Так, вот так вот, достаточно мелко покрошу. Большая луковица получилась, я вам скажу, по вкусу можно и поменьше класть. Ну что, идем закладывать в кипящий бульон картошку, морковь и лук. Первой пошла картошка. Вообще картофель для марийской кухни, конечно, это один из таких самых распространенных ингредиентов. Второй хлеб, но в принципе это по России очень часто, сразу раздоняю огонь, потому что температура в кастрюле убавилась сильно и закладываю морковь. Вот таким образом мы ее порезали, достаточно такими интересными, крупными кусочками. Ну и лук. Сейчас дождемся, пока закипит, делаем средний огонь и идем подготавливать зелень. Подготавливаем зелень. Значит, я делаю мелко. Так вот режу ее, чтобы при уварке потом она все-таки появлялась в ложке и не вываливалась такими вот примерно размерами. Очищаем ствол. Честно сказать, я первый раз вожусь с этим кудрявым кейлом, потому что искал его для того, чтобы вроде надо сделать этот суп, но борщевика-то не найдешь. Да и что называют этим борщевиком, тоже не совсем понятно. Ну, последнюю возьму. Этого достаточно нам вот такого. Все это в кастрюльку закладываем. Сейчас я это все ошпарю кипяточком, чтобы он поуспокоился чуть-чуть, раскроется заранее. Ну, как и крапива. Если кто видел наш выпуск «Щи из зеленой, из свежей крапивы», то там видели, мы тоже так же ошпаривали кипятком, чтобы она, во-первых, не ждется, крапива, а во-вторых, он мягко становится для того, чтобы дальнейшее обрабатывать. Так и здесь мы эту капусту сразу же взяли и сделали. Значит, тем временем, пока капуста здесь отмыкает в кипяченой воде, я беру и отделяю белки от желтков. Вот так вот. Так. Вот так вот. Все желтки. Сюда раз. И выливаю. Перемешиваю. Ни разу я так не делал, первый раз открытие мое, чтобы я в зелень выливал желтки, это первый раз. Вот так и получается, что мы сюда пять желтков выложили и перемешали вместе с капустой. Сейчас пойдем закладывать мясо, капусту с желтками, клетки и белок. Все активно кипит в кастрюле. Выкладываем мясо, берем мясо, берем мясо и выкладываем. Сейчас разойдется. Сейчас разойдется. Он не свернулся. Он не свернулся. Помните, когда мы, например, толкаем яйцо, перемешиваем и закладываем в кипящий бульон, там сразу же такие хлопушки появляются. Когда желток делаем, он не сворачивается. Белок-то отдельно отделен. Весь бульон мутнеет таким, становится более таким кремовым, что ли, такого цвета. И все. Посмотрите. Ну что, дожидаемся, пока все содержимое кастрюли у нас закипит. Все кипит, посмотрите. Все кипит. Мы закладываем клетки. И вот в том, чтобы не слиплись. Так, чтобы каждая плюхнулась в нужное место. Так, отлично. После того, как заложили клетки, немножко надо убавить огонь. И закладываем, потихонечку перемешивая, закладываем белок. Отлично. Все хорошо получается. Вообще класс! Мне нравится. Все продукты заложили. Сейчас нужно попробовать на соль. И закрываем, и где-то варимся до готовности и зелени, и картошки, и моркови. Минут 20. Так, на медленном-медленном огне. Ой, обжегся пока нес. Горячее. Так, поварешек все меньше и меньше. Не первый уже суп сегодня снимаем. Каждая из них должна быть чистая. Марийский суп с гусем, картофелем, зеленью, такой специальной капустой. Кейл, клетками, яйцом, и луком, и морковью готов. Пожалуйста, сейчас начнем пробовать. Так, ну что, начнем пробовать. Я бы сюда положил немножко сметаны, потому что, ну, в рецепте это есть, и сметана должна быть. Это тоже же продукт такой, как бы, деревенский, поэтому никаких противоречий здесь нет. Я думаю, что сметана очень хорошо пойдет. Сейчас пока попробую без сметаны, а потом попробую со сметаной. Ну, чтобы полную картину происходящего вам передать. Значит, сначала бульончик просто. Так. Первое, это сразу же вот, вот эта капусточка Кейл. Чувствуется, естественно, гусь. Тоже такие вот эти волокна даются. Макарошкой вот эти вот клетки сразу же. Ну, вот, в принципе, так и есть. Все четко. Давайте попробуем сейчас с ложечкой сметаны, потому что все-таки в рецепте идет подавать со сметаной надо. Две чайных ложечки попробуем. Думаю, это вот тот вкус, который лучше подавать с белым хлебом. Таким вот багетиком. Все отлично. Да. Все хорошо. Ну, все отлично. Отличная вещь. Я прямо рад. Посмотрите, пожалуйста, еще раз. Перепишите все ингредиенты. Я рекомендую вам приготовить. Это необычное блюдо. И очень вкусный суп получается. В марийской кухне с гусем. Ну, и все ингредиенты. И подробное описание. Все. И порядок, естественно, приготовления у нас в описании. Там же есть ссылки на мою страницу в фейсбуке, в инстаграме и страница партнеров. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Комментируйте. Присылайте нам ваши рецепты, ваших национальных кухней. Будем рады увидеть вас у себя на канале. Спасибо большое. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok